здравствуйте друзья мы с вами на канале голос силиконовой долины встречаемся с сашей алекс алекс мы встречаемся с алексом он владелец небольшого дилер шипа если как по-русски used cars по-русски но из автомобилей и вот мы набрали кучу вопросов от ребят и хотим их алексу задать я просто хочу чтобы все понимали что это довольно сложный такой бизнес где миллион всяких нюансов поэтому вряд ли мы через все нюансы пройдем но так вот общие вопросы и главное чтобы польза была мы полезный канал то есть мы себя позиционируем как полезный у нас две группы вопросов будут значит первая группа вопросов это в соединенных штатах как происходит и вторая группа это ребята спрашивают насчет пересылки машин в другие страны давай давай начнем с местного рынка есть какой-то какой-то совет есть много вопросов когда говорят а вот если ты приехал в сша и ты хочешь купить машину и с точки зрения скажем соотношения цены и валью которые ты имеешь за эту цену вот есть какие-то рекомендации вот что допустим считается хорошим автомобилем но я понимаю что вопрос очень широкие но надо начать с того что сегодня юскор маркет очень высокий достаточно высокий то есть если посмотреть скажем два года тому назад это что происходит сегодня маркет поднялся то есть уже машину дороже плач это как бы сегодня смешно звучит но это недалеко от истины то есть юскор сегодня инвестор люди которые купили я открываю некоторые так хорошо 9 вещи значит люди которые купили машину скажем год назад и продержали и она сегодня стоит дороже чем но никто не знал же никто не дилер дилеру подсказывает маркет значит связи с этим покупка машин несколько осложнена еще и тем один из таких серьезных доводов в цене это отсутствие большого количества то есть инвентурия и ускор в америке сегодня упал в два раза что произошло то раскупили что из-за экономической ситуации это не раскупили а люди стали дольше держать эти машины и не выпускают их из рук то есть она переходит от родителей к детям внукам но она не продается она не выходит на марк и но сарел в трейдер писать а новое сократили еще раньше отсюда как бы вот это основной фактор влияющий на цену ценообразование а второе то что из-за их большого отсутствия то есть два раза меньше цены естественно машина как вы все понимаете это не способ разбогатеть это просто способ передвижения то есть это необходимая та часть которая меняется постоянно увеличивается по мере того как растут дети ну хорошо но с точки зрения выборов чек приехал так у нас на самом деле основная наша аудитория это люди которые если они приехали в страну вот и нужно купить первую машину возрастение 1 когда и через 10 лет они разберутся люди которые приехали сюда самый простой и покупки способ покупки машины это через дилера потому что самая наименьшая цена на машину это все-таки машина купленная с аукциона там где дилер сам покупает ниже этой цены нету то есть можно пользоваться там скажем крик листом искать какого-то правила донора который продает и ошибся в цене но это как бы способ во времени будет растянуть так это куда то есть уточнил там вопрос был я прям сразу поскольку это вопрос стал а вот можно пойти с дилером на аукцион да это один из путей то есть дилер берет свои фи что что за фи сколько стоит по что это обходится а ну скажем среднем это где-то 350 500 долларов и дилер при этом все равно ответственность то что какую-то работу на машине проделать безусловно перед покупкой машины значит она выбирается по параметрам необходимым клиенту по цвету в милям по общинс потом проверяется на карфакс мы говорим про локального клиента или какого ну вопрос был задан человек который хочет купить машину здесь то есть он не идет с дилером на аукцион на аукцион на сегодня провести проблему я сейчас не хочу вдаваться в детали короче дилеры сегодня за правой кастом аукцион могут лишить до месяца я понял поскольку это основной хлеб значит никто сегодня рискует есть пути но это как бы частный вариант и они хотел бы прошло мне на все то есть пути как бы пройти это русские тем более дилеры смекались попробовать пути найти но официально я говорю не значит ты найдя такую машину согласовав ну то есть фактически получается такая что вот ты как дилер идешь на аукцион ты знаешь что человеку чего-то нужно ты видишь эту вещь да я даже не вижу я сначала по инвентуру акцию нахожу ее и согласовываю по общим параметрам если она подходит по милям по цвету но может так получилось что она по милям по цвету согласовали взял машину принес а клиент говорит ты знаешь что мне вот это вот не нравится здесь нет ну что такое не нравится вот не хочу эту машину потому что вот есть что-то о чем чего мы не обсуждали но вдруг она вот я сейчас вижу что-то нет такой вариант неприемлемый то есть он уже за всю историю моего бизнес таких случаев я не знаю может один но это как бы мы оговариваем все поэтому исключено есть дилеры которые берут депозит вперед это машина покупая не для себя для клиентов отказаться люди которые сюда приезжают и так сказать видят все что здесь происходит они так сказать подчинены правилам общем так сказать по тому как покупается машин нельзя здесь я ходил я просто что думаю потому вот я как человек со стороны совсем извиняю и я понимаю так что общее такое восприятие человека со стороны что если ты берешь что-то у дилера то он его взял там допустим не за три тысячи а тебе дает там за 10 или там за восемь там или что это неудачный пример по одной простой причина что достаточно высокая конкуренция вот допустим я стою у меня есть 5 дилерши да вы видите и такая система везде то есть дилер один как бы не стоит почему такой цепочек это американский так сказать вариант это касаясь не только кары бизнеса юзка это и мебельные магазины группы да потому что человек приходит в локейшин так как сделан скажем мол он обходит там десятки-пятнадцать магазинов удобно все в одном месте точно так же расположен то есть удобно конечно а с этим значит я не могу заложить скажем 5000 на машину профита и продавать ее когда сосед будет заложен гораздо ниже нету профита для меня просто не на что купить с дилером допустим заказать дилеру машину который возьмет для себя на аукционе это самый дешевый кабеля самый бюджетный вариант это неожиданно совершенно но по этой схеме работают очень давно я с этого начинал и сейчас у меня есть люди которые звонят там от друзей от знакомых за 500 долларов как бы в среднем я покупаю машину вот сегодня такая машина была куплена значит почему берутся такие фи потому что я апеллирую не своими деньгами человек приходит и говорит я хочу купить закеш машинка который стоит 18000 вот сегодня я купил такую машину на все он не принес 18000 а при этом заработать все это та услугу который оказывает то есть я нашел проверил человек пришел говорит все прекрасно но ты рассчитываешься за варти вершка дилер на себя и берешь а как же мы дальше я продаю руки ну то есть ты туда оттал как бы чеком а с него уже берешь там как то же самое чек а кеш в смысле не кеш грин маня а кеш как кеш и в пол дубельской насемы сразу да вся опорта такой вопрос с точки зрения вот для новичка то есть я понимаю что у тебя много народу которые кровь твою можно сказать пьют когда заходит до финансирования и это большая работа и это ужас какой-то но если человек у него нет проблемы кредита вот он приехал ему придет а кстати вот если он только пришел с самолета сошел он может дать там восемьдесят процентов по 20 кредит нету хорошо он говорит я беру на кеш вот он смотрит оценники там или у тебя у соседей где-то и он говорит ребята а я беру кеш вот как бы покупательная способность кеша дополнительная как это не гешейтин пауэр вот это вот ну вот что это всего 10 процентов 20 30 там значит по финансированию это касается людей которые имеют работу которые могут доказать по эстапам и что они получают зарплату в этом случае они могут дать в зависимости от стоимости потому что эти все случаи финансируются банками и есть как бы главных два вида подразделения кредитные студии хороший скажем средний там и выше и плохой и очень плохой то есть значит зависимости от этого человек как бы изначально идет по одному направлению или по второму то есть у каждого дилера есть наработанные банки которые работают с плохим кредитом причем этот кредит может быть очень плохой еще раз повторяю это и банк россии и деликвентом черт что но все равно эти банки дадут то есть всегда кто-то есть да в этом случае down payment как бы минимальный там скажем ну тысячи полторы тысячи всего всего но проценты изначально будет высокий порядка но может перефинансировать через через 66 месяцев обычно начинает работать кредит при условии что человек платит вовремя первые шесть месяцев вовремя ни одного light payment нет у него скоро начинает расти после этого может пойти показав свою хистрии то есть люди есть категория людей которые покупают юзкар за не очень большие деньги для того чтобы сделать стаблишь своего кредита то есть чтобы поправить свой кредит то что сегодня людей которые плохой кредит ну и он то есть много да и и именно дилера этого парк ложимся ну естественно именно дилер в эту ситуацию помогает хорошо а хорошая отвечаю продолжаю а хороший кредит есть два пути значит есть у нас банки которые дают низкий ну и зеркал низкий скажем 499 дать на пользу на вашу на юска это неплохо а при условии человек имеет хороший кредит выше 700 скоро есть кредит юнинбанк и которые могут дать еще ниже мы направляем 20 ну мы направляем мы работаем с этими банками мы направляем хорошо все таки вот вопрос финансирования хорошо вот приехал человек у него есть собой я не знаю но давай так просто поставим вот у человека есть например вот он готов 5000 потратить на машину понятно что основная функция этой машины это надежно добираться там до первой работы что можно купить вот как бы ну вот допустим через дилера там вот который пошел принес тебе машину вот что можно купить за 5000 вот допустим или чтобы ты советовал купить за 5000 очень общий общий как я понимаю я же в конкретике я из своего опыта как бы рекомендую всегда японские машины не важно какие не важно все японские машины даже мазда и mazda и hyundai они корейские корейские да они сегодня сделаны выше классом чем они были скажем там лет 10 тому назад хорошо на них заводские гарантии большие сколько 7 лет до разные на хундаи там вообще 10 лет вот но это power power trade гарантии не 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 на двигатель поэтому за 5000 очень много всяких вариант то есть нормально да можно можно подобрать до варьируя годом и мили не потому что японские машины если они нормально эксплуатируются в нормальном режиме и обслуживаются до есть вся тысяч изи тоже то есть вся тысяч пробега но ты вот вот его чеку посоветовал купить машину там которые 150 тысяч пробега нормально 150 нет а 110 120 те машины которые я продаю еще долго не из опыта да они будут ходить чувствую если учитывать что человек допустим покупает первую машину за 5 тысяч и будет наезжать в год скажем аж 15 тысяч практически сколько лет ну скажем так 7 лет на 5 на 7 нормальной езды ему хватит хорошо такое здесь еще раз говорю что за 5000 как бы первая машина просто необходимость добраться до дома до работы там до школы то есть дешевле уже нет то есть это как бы вариант если мне там сдать в 3d у меня есть удачный вариант у меня есть машина купил скажете 500 долларов я на них сам ешь ты не смейся ты не смейся ты не смейся ты ты скажешь вау потому что у меня я сдал мерседес и за 1000 долларов в общем у меня было 220 мл на нем было там 110 тысяч так ему было 10 лет но у меня за 4000 забрали в трейдер но он же ездил да шикарно поэтому это как бы такие варианты все таки вот еще тоже спрашивают ну хорошо я купил машину я выехал с дилершипа дальше что то есть вопрос гарантии вопрос ответственности дилера ну скажем так тоже даже ответственности дилера но вот если купил машину понятно что пользованная машина черт его знает что там в ней но вот но машина как бы проверяется перед покупкой но в целом как в смысле проверяет делается тест драйв проверяет я видел у тебя там на сайте прямо в эти самые висят репорты карфакса висят то есть у тебя все машины с карфакса да это первое что делаю перед покупкой проверяю карфакс потому что люди как бы не очень любят машины после акцидента то есть если они были биты особенно касаясь более дорогих машин скажем так то есть грубо говоря так как дилер ты не хочешь брать машину после акцидента это не мой хотя у меня были тут люди может его даже знаешь володя который купил пришел я хочу купить салвичную машину ты застраховать нельзя мне все можно и все страху и просто она как бы дешевле вот купил очень довольны подобрали машину шикарную таскать маленькими милями небольшой ремонт был как ты как ты относишься к автомобилю который был в рентовке и на нем допустим 30 тысяч миль ему там всего два года вот что ты скажешь чтобы шикарный вариант как новый люди которые боятся я думаю делают ошибку боятся машин который после рента потому что эти неважно какой человек там ездил их много там да ну понятно раз она в ренте но машина на обслуживание проверяли и как правило эти машины продают наукционе только после того как они соскакивают до этого так сказать пока она не ломается на все так же сам машину допустим как бы считается престижной если машина имеет 2 номер правильно 2 ван он вон один один хозяин но мы же не знаем как от хозяин есть но все-таки хозяин ну ну а там хозяин компания ну и сел шаг доехал отсутствие но это выгодно по деньгам то есть как бы скидка в цене нет сегодня скидок никаких вот есть маркет вот есть такая цена нет скидка в том смысле что относительно новые машины вот она а у нас она всего двухлетняя да но здесь вообще не рекомендую покупать новую машину потому что новая машина теряет валу первые три года просто ну-ка так очень быстро скажешь можно купить годовую машину с пробегом скажем там 10 тысяч да она будет стоить на несколько тысяч дешевле чем новый но процент 5 процентов на 30 на 10 но от стоимости если ты покупаешь скажем 30 тысяч на машину значит там будет процентов 15 сразу машина скажем то но десятитысячных их мало 15 тысяч так и вообще большую группу там процентов опять же ну тоже наверно процентов 15 это даже не больше да есть такие специальные целые рентал компании продают машины есть машины которые подают банки репор отобраны есть после миса ну то есть там разные хорошо то все таки с вот есть законы какие-то по поводу продажи машины ответственные сидели раздавали за сколько я нахожусь калифорния наш калифорнии есть такой закон все юзка продаются из зависим ничего поясню на примере допустим человек поехал магазин купил новую рашка mercedes не важно что и через месяц решила продать эта машина будет продана все равно и здесь вот это закон универсально применяется ко все те машины которыми я занимаюсь это само собой понятно это более старый машин значит при этом года два с половиной тому назад в калифорнии сделали опять-таки новый закон что далее право выбора человек который покупает юзка что если машину он решил в течение сорока восьми часов вернуть не объясняя причины он должен на то что скупить да есть специально там правило он должен сделать небольшую прямо в начале при покупке машины потом если через час через в течение 48 часов возвращает не объясняю причину даже если там ничего не сломал то он доплачивает еще одну сумму там градация от стоимости машины но это обшелся он должен купить только при покупке во всех остальных он подписывает бумагу что он ее не возвращает таковы правила при этом каждому человеку предлагается гарантия на машину то есть вы как дилерсип она покупается то что я считаю как он шоу о чем нынче но они разные зависимости от машины и от срока ну грубо скажем там на три года полторы тысячи среди на три года но это что-то конкретное страхует гарантирует именно эту машину которую вода но это что движок на это сюда будет сухой полностью полностью то есть полторы тысячи это будет стоить на три года на машину которая какая ценовая ну тысяч это от класса машина очень ориентировочно так сказать суммы ну до 10 тысяч значит и так машина допустим стоит восемь с половиной а я еще за полторы тысячи взял гарантию на три года по моему это неплохо не которые покупают милочку так что есть который покупает на полгода дилерсип как чинить будет вы же не мастерская а мы не чинить это гарантия который принимает все механика я понял вы продаете гарантию чужую вы продаете совершенно даже как иншурс я же говорю ну да я иншурс сам не делаю я посылаю брукер машину юскор вообще любую машину нельзя купить без иншурс опять калифорния и нельзя вывести человек должен иметь или старую иншурс который будет покрывать покупки новой или если это первая машина то он здесь есть брокер который сразу с нами работают и присылает сразу хорошо давай тогда может быть мы переключимся на вот вторую группу вопросов связанную с отправкой машин за рубеж значит вот такой вопрос там некоторые люди спрашивают а вот в такую страну можно в такую страну это в киргизию можно другой вопрос был а можно ли машину с доставкой в порт одесса например вот в чем собственно проблема в как в конкретный порт что-то отправить значит все бывшие республики сегодняшние страны значит в любую можно отправить я этим занимаюсь очень давно с восемьдесят девятого года и там где есть порт значит естественно можем этот порт отправить там где нет порта значит отправляется до ближайшего порта плюс контейнер перегружается на железную дорогу контейнер и морская перевозка только в контейнере есть открытым способом она немножко я помню какие-то были истории много лет назад если еще новенький был совсем какие-то были люди которые чего-то там отправляли машины по дороге разборовали на Владивосток славе там еще что-то это еще такая проблема нет такой давно проблемы не обращение воронится то есть все контейнеры печатаны он скрывается только присутствия получателя то есть это все я можно да ну давно и нет хорошо я даже не за теперь вот а почему я помню что мы когда беседовали там первый раз и ты говоришь вот у меня там россия украина там армения грузия а вот допустим киргизия что это то есть любой из любая да из бывших республик есть возможность отправить и хорошо а вот по деньгам то есть есть такое что в как из каких-то республик люди берут потому что им выгодно из каких-то там другие законы они берут потому что смысл от курса валют допустим ну курс валют зависит только оплата потому что все оплата производится и доллара сообразность как бы зависит поскольку в основном из опыта я знаю что отправляется машина в те страны где допустим эти страны вошли в таможенный союз то есть это россия прежде всего и те страны которые примкнулись там все одинаково таможенные сборы все одинаковые те страны которые не входят и грузии армения темпа немножко спали поскольку опять же экономической ситуации их внутренне но отправки идут и это люди берут себе и люди берут на перри про то как то перед продают то себе значит так это я предпочитаю работать больше с дилерами поскольку люди все равно контейнер при перевозке там он как бы на три машину вот я слышу такое есть три машины если 4 но ни одна нет но если пришли машина были заказы люди платили покупали дорогие машины отправлял самолет машину да в том числе и киргизии кстати причем не один раз сколько шатар их надо было продать но я не знаю исправно платили отправлять значит обычно контейнер три машины причем даже если машины большого размера длинный как трак скажем они грузится тоже определенным способом и тоже входит три машины но выгоднее брать сразу три дамы отдельно естественно потому что делится сразу на 3 при условии что если контейнер формируется большой поток в эту страну то иногда можно загрузить и 4 машины это при условии что если две маленькие скажем как toyota prius то может загрузить 4 вот такой вопрос все таки значит так на круг я понимаю что дочень индивидуально все вот допустим человек купил здесь машину ездят за 15 тысяч и хочет ее привезти я не знаю там куда самару вот во что ему обойдется в итоге они здесь необходимо подчеркнуть следующее значит если это город не портовый да то обычно контейнер должен идти с тремя машинами потому что этот контейнер его нельзя раскрыть в порту вычесть оттуда две машины для машины кто-то получит одна идет то есть этот контейнер его можно собрать допустим три разных получать но они все должны получить в одном месте то есть усложняются а поставить по нюансе одну машину поставить в стране контейнер это очень дорого нет есть это 40 футовый контейнер а есть 20 футовый опять же были случаи когда человек хотел быстро получить не хотел никого ждать так сказать дополнительно и отправляли одну машину в 20 футовый контейнер стоило дешевле хорошо все таки но вот я просто хочу я просто ребята смотрят так и они начинают думать смотри-ка вот допустим я помню что у них там дороже стоит машина чем например здесь естественно теперь значит вот он думает хорошо так можете сэкономлю пару штук вот сейчас там возьму алекса машину значит и она там ну хорошо она может быть там будет пару месяцев ходить там все это но сколько времени это займет и какие расходы с этим сопряжен если это дальний восток на очень большой опыт на взводе восток а тут напрямую порядка 30 дней контейнер то есть путь отправки во владивосток на пароме значит идет порядка 15 дней пару есть такой паром стоит стоимость отправки одной машины на пароме чуть дороже чем одна в контейнер но все там где киргизия там порядка 45 дней 50 дней потому что это контейнер идет через китай хорошо по деньгам нет ответа по деньгам значит но киргизия дороже стоит это порядка грубо говоря там девять с половиной тысяч контейнер с тремя машины с тремя машины то игру вы там 3 3 владивосток четыре с половиной тысячи доставки ну хорошо кроме того что и второй или третий путь это допустим европа это через финляндию идет значит там тоже идет полторы тысячи все-таки значит и так не шея смазать машина стоит денег понятно услуги дилера там стоит денег упаковка отправка там все дела да еще скрутируется цена да конечно теперь еще что значит ну давайте сначала начнем то есть стоимость машины на аукционе причем на аукционе значит есть стоимость машина за сколько я купил еще плюс аукцион заработка лишь здесь action out the door теперь к этой стоимости причем стоимость эта машина сразу мы забыли про action фи она сразу обозначена вот как ты называешь out the door все чтоб не возвращаться теперь есть такая затрата как машина попадает с аукциона до шиппикапа в зависимости от того где она купит поскольку опять же машин мало я ищусь и покупаю машину по всей мере по всей мере есть сеть аукционов значит я бью на онлайн у меня есть люди которые бьют у меня есть и я выезжаю на аукцион для чего я все подробно рассказываю потому что да как машина доставляет с купленного куплена машина с аукциона до шиппикап это тоже отдельный расход да на сегодня для примера машина купленная из нью-йорка доставляется стоит полторы тысяч к нам туда прям на питерку смотря куда значит европейская часть а можно отправлять оттуда в восток дальше идет стоимость очень фрак называется сюда входит в эту стоимость входят все услуги шиппикапа не растаможить погрузить здесь машина проходит на прежде чем она уходит она тоже вот эти все услуги берет на себя таможенный весь сервис берет на себя шиппикапа и в эту стоимость то что мы обозначили полторы тысячи как раз уходит все эти услуги то есть вплоть до того как я получаю готовый документ который я отправляю получать а дальше значит она приходит в порт там машина и там свои расходы в порту до той страны куда мы ту часть я не касаюсь и как бы все эти изменения все те форс-мажоры все что там таможенный сбор это люди должны прежде чем заказывать машины они должны все это изучить и знать во сколько это обходится люди которые там этим занимаются как бизнес и бизнес или человек заказал для себя машину ну да и он не знает сколько она стоит поэтому я рекомендую сразу есть сайт таможенный российский можно в зависимости от года там от двигателя бла-бла-бла все можно приблизительно получить сколько ему будет стоить эта машина таможенная пошлина сколько будет стоить именно в том но они не запретительного слости такие нет нет сейчас там бороться то есть цены разумные разумные да они дорожают вот так вот а как тебе потом обслуживают машину вот он допустим в бишкеке получил машину там который скажем два года и возраст она американская или там японская и чего теперь дальше будет насчет все эти поскольку этот бизнес уже давно существует экспорт за это время уже понагнали стойка материал сопутствующих всех аксуаров да что есть свой маркет есть целые компании которые поставляют это на холдселл в эти странах а вот вот мы люди уже научились обслуживать все отлично есть вопрос который задали там я несколько озадачен был вопросом чтобы я не понял в чем суть но спрашивают а можно ли прислать машину ну как бы сказать там битую в таком состоянии чиниться ей надо потом это отдельная линия бизнеса сейчас ему интересу более-более возрастает там или тут поделюсь значит ну потому что это как бы часть привыкли за сюда значит есть есть лазейки в каждой в таможенном кодексе страны как можно растаможить эту машину и люди давно умные так сказать люди давно уже разобрались в этом и поэтому одна и та же машина может прибыть туда в разном состоянии конечно то есть есть можно действительно купить машину битых допустим она будет и здесь дешево стоит потом мы ее разбираем отделяет двигатель кузовные части она поступает в страну как парц и как машина а то есть разбирается тамаживается совсем по-другому разбирается здесь она и растамаживает совсем по-другому тогда может быть и не битая просто разобрана есть и такие случаи то есть все зависит от денег есть человек хочет так сказать нормально и и атома ее опять собирают и найдет это выжига как-то ну есть такая часть есть этим занимается там успешно хорошо в практическом плане так вот есть человек там есть на киргизтане или там не знаю где в самаре москвич у нас самара сегодня пошла не дадут сама и вот он говорит да вот я хочу вот допустим посмотреть что есть какие возможности что он должен сделать имейл написать и ветер скайпе я могу дать своему я готов там есть на веб-сайте имел это не не тот да вот на есть один бизнес и один уличный я вылечен или чего пусть на бизнес нет но я и так и так работа я даже удобнее часть наличные наличными ну хорошо бы тогда я напишу в описании к видео я напишу ему и веб-сайт мы там дадим здесь еще нужно различаете я думаю все понятно так сказать если это объемы как рассчитаны какой-то бизнес серьезно это так сказать одна сторона если это как бы разово ну да свобода больше то есть для разовая не буду ну да да есть диапазон всех там нюансов все это рассказывать вот вопрос был такой на который я сам был в ступоре говорят как отличить вот пришел человек ничего не знает новая страна там туда-сюда ему все говорят там дилеры жулики там это все будь осторожен со всех как понять вот с кем иметь дело с кем не иметь вот какие объективные вещи которые не то что мне понравился человек а допустим вот кроме этого я не знаю можно может быть на елпе почитать это я я пошла елпе обычно пишут те кто хочет сказать да но я последний скажем лет 10 не рекламирую с ними передают как бы а раньше но я имею ввиду американский но я на этом месте с 12 лет именно на это не учитывая предыдущие есть повторные ну конечно есть люди которым уже получили машины там россии москве и петербурге там в сибирске у меня в самаре в томске там везде и говорят тут там есть знакомые хотите хотите мне звонят ссылается на того и с удовольствием ну да такой бизнес сложный там по рефералс конечно а вот если на местности вот тут вот он ходит по улице вот он 5 дилерщиков я не знаю как определить предпочтение так сказать моего бизнеса на уровне другого значит кто-то занимается экспортом тот не занимается кто-то будет кассов наукцион тут него кто-то вот есть купил починил машину продает только ритейл кто-то им доволен кто-то тем доволен тут право выбора каждый должен решать свои преимущества я могу сказать коротко что я 20 с 89 года сколько уже 23 года 24 года в этом бизнесе за эти годы тысячи машин отправлено тысяч вот и продано и как бы кстати были вопросы раз вот я так речь зашла там люди спрашивают а вот допустим иммигрант из там ссср там или там россии там или откуда то есть ли какие-то закорюки закавыки какие-то вот дискриминации там или что-то человек приехал хочет вот такой бизнес организовать вот там по машинам покупка продажа отправка там еще что-то вот что-то такое есть чтобы ему мешало но кроме того что он не знает этого бизнеса допустим и страны и и материальные если есть деньги а какой как вы и риск какой порог с которого допустим человек может поступиться в таком бизнесе минимальный то есть я больше можно чем более крупно мелко ритейл здесь или только ну и то и другое ритейл допустим здесь но ритейл скажем минимум я так думаю тысяч триста триста пятьдесят для экспорта исходя из интерес всех машин которые собираются покупать если вы хочешь покупать машин скажем 10 для за 10 тысяч плюс пересылка до плюс все затраты а это предоплату про только людей которых я не знаю я беру сначала предоплату после покупки машины полную сумму он говорит послушную к я все это уже не знаю сейчас я заплачу деньги а ты пропал а куда пробовал ну не отдаешь деньги машину нет денег но у меня этих случаев нет это первое второе значит я поэтому горши на месте сижу я никуда не деваюсь работаю с одного места много лет бизнесе и за пяти десяти тысяч мне это не нужно так сказать взять десять тысяч и бежать эти деньги люди за миллион не бегут за десять тысяч у меня есть вайсенс который стоит дороже у меня 200 миллион а вот это в долларе и вот это в таком случае это был год наверно там не помню 2001 2 приходит мужик один откуда-то ей помнись сибирь из уралов и какую-то мне жуткую схему уголовную рисуют ну то есть я давай сейчас я его послушай говорю я же говорю вот семь лет на этом месте сижу вот как еще далее давайте 7 лет сижу я я бы построил репутацию добрые или сюда и а я в америке дороже денег я Я говорю, если я сделаю то киндалово, которое ты говоришь, то мне нужно в какой-то другой штат уезжать, мне вообще нужно сниматься. То же самое. А он говорит, 7 лет. Я говорю, да, он говорит, самое время кинуть, он говорит. Понимаешь, что у него совершенно... Ну, люди русские, да, они как бы... Не, ну, любой человек, который здесь давно живет, у него нет необходимости делать так, что семьи, дети, мая, ну, все. И не та сумма, там, эти 10 тысяч, чтобы из них, там, закрываться, бегать, там, для чего. Теряешь больше, когда такой маркет... А вот жена и, там, у вас дочь, да, или... Значит, вот они, ваши машины пользуются, теряемые тысячи? Все, конечно. Пользуются отсюда. Все мои друзья, все. То есть, ну, не отсюда, с функционом. Ну, да. Дело в том, что я, допустим, здесь продаю машины, там, до 15 тысяч, наверное. С площадки. Да, а люди хотят, там, 40 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч машин. Ну, естественно, у меня таких машин нет. Поэтому я покупаю их на заказ. А вот, допустим, ну, вот мой диапазон, я обычно покупаю, там, 40-45 тысяч машин. А что я могу, вот так, с аукциона взять за 40-45? Которая новая... Которая новая что-нибудь стоит сколько? Между... Вся стоимость машины... Есть глубок такой... Да, я знаю. Ну, все стоимости сложены из года, из модели. Ну, хорошо, да. То есть, нет ответа прямого такого. Нет, ну... Ну, нет, я понимаю. Профессиональный самый первый вопрос, знаешь, когда приходят, а сколько уходить потратить? Да. Потому что, говорите, что я могу купить за 40 тысяч, ты можешь все купить. Вот такой вопрос. Порш, и Мерседес, все. Такой вопрос. Вот спрашивают ребята, там, ну, один вопрос был такой, у меня понравился как вопрос. Он говорит, вот, допустим, у Алекса есть лот. На этом лоте стоят машины. Из того, что стоит у него на лоте. Вот что, допустим, является самым таким классным с точки зрения цены и качества? Машина до 6 тысяч сегодня на маркете. Самое востребованное. Потому что эту машину можно купить за кеш. Ее надо финансировать, собрать деньги, готовить. Я понял. То есть, если человек пришел, и у него есть кешак кешаком до 6 тысяч, он всегда выигрывает по сравнению с тем, кто должен был бы финансировать. Конечно. И так далее. И время, и деньги. Ну, вот на твоем лоте есть такое что-то сейчас? Есть. Ну, что можно купить за кеш, за 6 тысяч, что это будет? Вот предмет. Есть до 2005 года Lancer. Есть до 2004 года Corolla. Есть до 2001 года Civic. Есть Ford Taurus. Затяжение. Да, 3000 Ford Taurus. Есть BANDWELL проданная цель, купил другую BANDWELL. Тоже будет стоить, так по-моему, 6 тысяч. BANDWELL, а какого возраста? Что на ней там? В 1997 года, 318. Самое время было. И какой пробег на ней? 83 тысяч. Немного. Вот эта машина, вот BANDWELL, которую Алик сегодня купил на аукционе, она 1997 года, но он очень так с гордостью говорит, смотри, в каком состоянии машина. Смотрите, сколько ей лет. Посмотрите ее встать. Причем эта машина еще не подготовлена ничего. Просто с аукциона сегодня. То есть ее будут проверять всю техническую, ее будут дитейлинг делать. Вот это состояние. Ну, я бы даже не сказал, что ей 15-16 лет. Ну, закрыто. Это 2002 года BANDWELL. 120 тысяч. 530 тысяч, да? И более стоите около 6 тысяч. А почему так? Как-то дешево, нет? Дешево, потому что купил дешево. Хочу заработать. Быстро. Быстро продать. Те люди, которые здесь живут, да, не знают, что это. Да, это хорошо, и в горы ездить такой. Да, это причем 4-wheel drive. А low mileage это что? До 100 тысяч. Окей, значит, здесь стоят машины подешевле. Это Ford какой? Ford Toros. Это Toros. Слушай, уже Toros так дешево стоят. Да. А он что, какой-то там, 200 тысяч, что-нибудь что? 100 тысяч пробил. Всего? Да. А какого возраста? Машина 2001 года. Я помню Toros, когда их только делать наши. Ну да. Какая красота была. Вот 5-го года Mitsubishi Lancer. А что с ним? От чего все машины вылезаны, все готовы. Вот мы видим Мазду за 4 тысячи, которая какого года? 2002 года. 2002 года, 626-я, довольно просторная. И на ней координаты тут были, вместо номера. Значит, компания. И веб-сайт там. А очень чистенькая она, я бы сказал. Стоя, сочтение. Я думаю, что мы поблагодарим Алекса, что он время потратил и рассказал. Я, на самом деле, даже для себя кое-что неожиданное услышал. И я, на самом деле, внутренне, даже немножко неожиданно, что, в общем, за 4-5 тысячи можно купить вот так, на лоте. То есть, ни участника, ничего. Можно прийти на лоте, взять вещь, которая там, скажем, за 100 тысяч. Преимущество этих машин тем, что они уже подготовлены. Что они проверены. Смок, сэфти, тормоза, ойл. То есть, головной боли имеется. Да, человек... А регистрацию не уехал? Это входит в мое услышание. Окей. То есть, просто силы поехал? Человек заплатил деньги, сел и уехал. Получает время, но потом из ДМИ получает тайтл. Ну, отлично. Я, на самом деле, очень доволен тем, что я сегодня посмотрел. Для меня это тоже было довольно интересно. Я надеюсь, что и ребятам тоже будет интересно. Так что, Алекса... При возникновении любых вопросов готовится поделиться всем тем, что собрался. Ладно, давай руку рукой помашем, все. Счастливо. Счастливо. Спасибо.